Знаешь, Баян, мне кажется, самое сложное в нашей профессии – это брать интервью у человека, которого ты очень хорошо знаешь. Ты хочешь у меня интервью, что ли, взять? Да, в очередной раз. Шучу, конечно. Я говорю про нашу общую подругу. Когда ты знаешь о человеке всё, и формат программы неудобные вопросы, и ты не знаешь, как задать вопрос, ответ на который ты знаешь. Ну, сейчас мы будем делать вид, что мы впервые слышим ответ на наши неудобные вопросы, хорошо? И будем делать вид, что вы вообще с ней не знакомы. Добрый вечер, в эфире телеканала «Астана Sky Studio». С вами Баян Несентаева и Динара Саджан. И сегодня наш гость – известный казахстанский дизайнер Аида Калминова. Аида, как давно мы с тобой не виделись. Да, буквально целых три дня. Привет, Стёп, девочки. Привет. Стёп, красотки мои. Присаживайся, присаживайся, Аида. Ну, наверное, мы начнём разговор всё-таки на «ты», да, потому что будет как-то не очень на «вы». Давайте на «вы». Аида, недавно я увидела в фейсбуке, это Нерберген Бердангаров, разместил в фейсбуке видео твоё первое интервью, где Аида очень молодая, очень делёная. Какой это год? Ну, это, наверное, лет 15 назад. Это 94-й, 95-й год, по-моему, да? Да, я думаю. Аида рассказывает, то есть они придумали шубы разноцветные из искусственного меха и нашли способ, как их продать. И Аида уже тогда говорит о том, что вот мы занимаемся творчеством, что вот мы создаём новые коллекции, но вот у нас нет возможности их продвинуть, их продать. Когда у тебя появилась эта возможность, когда ты поняла, что ту одежду, которую ты создаёшь, что её кто-то может купить, когда ты это поняла? Ну, да как только продала первое своё платье. Нет, уже скажем так, серьёзно. Когда ты поняла, что это может стать делом твоей жизни? Я же училась в Италии, поэтому там меня научили относиться к изготовлению одежды и вообще одежды и всё, что... И к этому процессу, как не просто только к искусству, да, а как подходить к этому, как со стороны всё-таки бизнес. Бизнес, изготовление одежды, продажа её, да, продвижение и всё остальное, это точно такой же бизнес, как любой другой бизнес. Например, там продавать мебель, да, или делать фильмы, да, продвигать звезду. Это же товар, который нужно правильно продвигать и для того, чтобы он очень хорошо продавался. Тему ты сама придумала, потому что вот когда ты говоришь в своём первом интервью, ты говоришь, вот мы создаём коллекцию и не знаем, как это продать. Вот эта вот технология продажи, она... Я не знала, как это продать, потому что я ещё тогда не училась в Италии. Когда я проучилась в Италии и приехала, я уже знала, как это сделать. Но я хочу сказать о том, что, наверное, всё-таки прежде всего мной двигала какая-то такая большая идея и цель. Я действительно, когда училась в Италии, я помню просто вот это вот ощущение, да, состояние, когда я летела в самолёте. И я так, когда вот уже увидела территорию нашей страны, мне было так приятно видеть свою землю. И я точно знала, я представляла себя, наверное, Ломоносовым. Я пока училась в Италии, я старалась вот прям как губка впитать все знания, да, для того, чтобы... И у меня был какой-то такой внутренний намыс, я подумала о том, что я приеду и одену наших. Так же, как это делает Дольче Габбана, так же, как это делают... Почему француз, дизайнер, может одеть француженку, да, ещё и весь мир, да? А почему я, казашка, не могу одеть своих казашек? Ну, я знаю менталитет наших женщин, нашу культуру, наши традиции. Я знаю, как делать одежду, да, и я подумала, что это мне по плечу, что я смогу сделать так, чтобы изготовление нашей, изготовление одежды в нашей стране не звучало чисто как вот искусство, да, или как перформанс, или как вот что-то такое. На сегодняшний день, действительно, в нашей стране, мне кажется, если раньше у нас было много юристов, то сейчас у нас очень много дизайнеров. Достаточно утром проснуться, решить, что ты не дизайнер, да, понять, найти цех по пошиву одежды, сказать, вот я хочу такую-то одежду, ну, там, показать на того же Дольче Габбана, и в следующий раз в «Светской хронике» ты уже знаешь, что ты не просто там Катя Смирнова, но ты ещё Катя Смирнова, запятая дизайнер. Тебя это не коробит? Ну, мне действительно не обидно, потому что мне некогда обижаться. У меня бизнес, и у меня мои клиенты, которые всё время ждут от меня чего-то нового, и мне, честно говоря, некогда отвлекаться и обижаться там по какому-либо поводу. Вот музыкант, да, музыкант занимается музыкой, ну, успешный музыкант, который представляет нашу страну на мировой арене, да, особенно классики, да, те, которые играют на классических инструментах. Ведь они занимаются этим с самого детства, там, чуть ли не с четырёх лет, и достигают успеха уже в достаточно зрелом возрасте, да. Дизайнер — это тоже, ну, такая же профессия, где нужно осваивать её с самого детства. Вот я, например, училась в школе, в общеобразовательной, и плюс я училась в школе искусств. Четыре года. Потом я закончила школу, поступила в Алматинский технологический университет, где я прошла обучение и получила образование инженер-конструктор-модельер швейных изделий. Потом я училась в аспирантуре, потом я поехала и училась в Италии, в городе Урбина, в школе Дикарло-Бо, да. И я приехала, и, конечно же, я посмотрела на... То есть я со всех сторон это изучила. И, конечно же, благодаря именно моим знаниям и благодаря, наверное, моему большому желанию, вот этому прям вот желанию одеть наших казахстанских женщин, наверное, это и произошло. Айда, вот великий Леонардо да Вичи сказал однажды, что гении, как правило, хорошие воры. Хорошие? Воры. Воры. Да. У нас у дизайнеров это вообще положняк. Вообще как-то просто. Вот к этому хочу подвести. Как создаются коллекции? Вы, грубо говоря, воруете? Или все-таки, или в воровстве привносите что-то свое, потому что велосипед-то уже давно придумал, платье, оно и платье, два рукава и так далее. Гений в дизайнерстве – это хороший вор? Я думаю, хороший вор. Профессиональный. Потому что именно в нашей сфере практически невозможно доказать плагиат. Это нормально, потому что вообще, конечно, на процесс создания одежды влияет на моду. Конечно, сейчас развит интернет, все показы тут же мгновенно мы уже можем посмотреть онлайн. И, конечно же, мы, дизайнеры, своим профессиональным взглядом обязательно смотрим на другие коллекции. И, конечно же, не без этого. Но вот это платье твое, Идочка, откуда своровано? Я думаю, что оно все-таки не своровано, а отшито нами. И я хочу сказать, что в нем присутствует такой элемент Диора. То есть вот его знаменитые коллекции. Ну, конечно же, оно адаптировано. Представляешь, какой подклад роскошный. Кожаный пояс. Вот даже вроде все просто, да? А здесь кожа натуральная. Конечно, мы мониторим. Это называется... Это не воровство, это называется мониторинг. И вообще тенденции, они диктуются, как правило, производителями тканей. И есть такие большие ассоциации, большие компании, которые мониторят в общем состояние в мире, допустим, экологическое, эмоциональное, социальное состояние в мире. И выдают такие вот тенденции, да? Тенденции, согласно которым уже выпускаются ткани. И дизайнеры, тоже прислушиваясь к этому, создают коллекции. То есть тенденции создают, получается, производители ткани? Производители ткани тоже имеют очень большое влияние на тенденции. А кто диктует моду? Вот как на твое усмотрение? Диктует моду на самом деле потребитель, потому что он создает вот эту идею. Знаете как, есть спрос, есть предложение, да? Спрос порождает предложение, потому что каждый из нас... Вот вы заметили, например, почему я говорю, что дизайнерам необходимо быть, ну, держать нос по ветру всегда. Например, знать, что происходит в мире, в политике, знать... Вот я, например, стараюсь сходить на все новые фильмы, да, которые выходят. Почему? Потому что мир кино и мир моды сейчас очень сильно взаимосвязаны, да, и имеют влияние друг на друга. Фильмы, они тоже дают такой хороший толчок для того, чтобы что-то сделать такое интересное, да? А потом это же массовое влияние. Фильм, как правило, он проходится буквально по всему миру, да, какой-нибудь известный фильм. Вот возьмем, например, фильм «Великолепный Гэтсби», да? Он же тут же, тут же сыграл роль, и многие дизайнеры начали буквально вот на волне этого фильма сделали коллекции и аксессуары в стиле 20-е годы. Я бы хотела поговорить об Эде Кауменовой не только как о дизайнере, да, а как о личности, потому что я думаю, что на сегодняшний день ты стала одним из самых медийных дизайнеров в Казахстане. Вот как ты стала медийным дизайнером? Сегодня можно тебя встретить в разных программах, да, твое интервью можно прочитать в глянцевых журналах. То есть для тебя важна была эта известность? Ну, известность, она нужна как инструмент. И, конечно, например, вот когда я приезжаю в Астану, и даже если я очень сильно устала, и потому что, несмотря ни на что, я все-таки с утра и до вечера я работаю у себя, принимаю клиентов, делаю заказы, думаю над следующей коллекцией, да, и у меня на сегодняшний день все-таки уже практически 60 человек работает. И, конечно же, когда вечером мне нужно пойти на ту или иную презентацию, если компания прислала мне приглашение, да, я не могу отказать. Ну, конечно, я не могу ходить везде, да, но там, где я все-таки могу это себе позволить, я, конечно же, из уважения к моему потребителю, к моим друзьям, к моим знакомым. Тем не менее, в Алма-Ате каждый день проходят различные тусовки. У меня, кстати, вопрос к вам обеим, да, вас не часто встретишь на различных открытиях Луи Виттона, закрытый ужин, еще что-то. Открытие-закрытие. Открытие-закрытие, да. То есть вас нигде нет, потому что? Потому что, вот, я считаю, что мне некогда. И я уже, наверное, научилась просто для себя разделять. Что для тебя сейчас в приоритете? Для меня в приоритете это мой ребенок, потому что моей дочери сейчас подростковый период, и ей необходима моя забота, и мне нужно держать руку на пульсе. Я должна быть в курсе то, чем занимается мой ребенок, то, что ей интересно. Я знаю, что она тоже в школе целый день, потом идут, ну, вы знаете, кружки и так далее, да, я тоже целый день на работе. И у нас есть буквально там вечером какой-то момент, когда мы ложимся, разговариваем, кушаем, ужинаем. И вот эти вот буквально там небольшие, небольшое количество времени я должна максимально поговорить с ребенком, я должна максимально промониторить и понять, как вот, какой, вот как она себя сейчас чувствует, да. А какая ты мама? Ну, мне кажется, я классная мама, правда, ну. То есть ты все позволяешь? Нет, конечно, я не фанатичная мама. Я, вот как-то у нас был разговор с моим ребенком, с Джамилей, когда я начинала, например, кричать, а она просто смотрела молча на меня и просто плакала. И от этого, конечно же, как у матери, у меня просто разрывалось сердце. И в какой-то момент я села и сказала, Джамиль, я прошу тебя, когда ты молчишь, мне очень больно. И я не понимаю в этот момент, согласна ты со мной, не согласна, но я только вижу, что тебе больно. Но на самом деле, когда я пытаюсь что-то тебе сказать, когда я кричу на тебя, на самом деле я пытаюсь достучаться и что-то до тебя донести. И я как-то вот села и объяснила ей то, что даже если я на тебя кричу или ругаюсь, ну, в смысле кричу, ругаюсь, или в любом состоянии, ты должна просто знать, что номер один, пункт, я всегда тебя люблю. И я всегда буду твоей поддержкой, я всегда в любой ситуации буду на твоей стороне, потому что я мама. Я думаю, что вот, наверное, это одно из каких-то, одно из таких действий, которые я сделала правильно. После этого мой ребенок, она стала со мной разговаривать. И если что-то не устраивает, она говорит. То есть мы ведем такую беседу, да? И все-таки что-то произошло в ваших взаимоотношениях, потому что буквально год назад ты не говорила так часто о своем ребенке. Вот этот год, я заметила, ты всегда говоришь, мне нужно быть с Джамилей, я должна быть рядом с дочерью. Я бегу, я очень тороплюсь, меня ждет дома ребенок. Ты не созванивалась с ней настолько часто, как сейчас созваниваюсь. Что произошло буквально год назад, что ты поменялась так в отношении своего ребенка? Ну, вообще, вот за последний год я много таких вот хороших вещей для себя поняла. И, наверное, прежде всего я поняла, что дети наши не будут все время с нами. И, конечно же, у меня есть дело в моей жизни. Я очень люблю свою работу. Я думаю, что, скорее всего, я просто даже не знаю, что бы... Ну, если я не буду этим заниматься, я просто не знаю, что я буду делать. Я буду, наверное, я просто не знаю, чем бы я смогла еще заниматься. Но все-таки ребенок, особенно когда у него возраст такой подростковый, необходимо все-таки, чтобы он чувствовал, она чувствовала, что у нее есть мама, которая заботится о ней, которая интересна... То есть ты это поняла год назад? Вот так глубоко? Ну, возможно, я прошла, может быть, какие-то очередные тренинги или еще что-то, где, видимо, меня прям вот так бывает же пробило, когда я поняла, а занимаюсь ли я своим ребенком, а столько ли я внимания уделяю. Но, с другой стороны, вот чем быстрее становится твой ритм, да, тем, наверное, ты становишься более сконцентрированный и начинаешь четко для себя выделять приоритеты. То есть я поняла, что вот в моем мире... Не нужно ходить на открытие, закрытие ужина. Наверное, это тоже нужно... Понятно, но ты тоже не ходишь на закрытие и открытие? Да, я тоже не хожу на закрытие и на открытие, потому что действительно у меня нет на это времени и, в общем-то, даже, можно сказать, и интереса. Потому что, когда ты занят любимым делом, и у тебя есть дети, и ты лучше проведешь это время со своим ребенком, нежели ты пойдешь на закрытый ужин или там на открытый ужин. А когда это было интересно 10 лет назад, когда тебе хотелось посещать, тебе нужно было, как сказала Аида, это инструмент, да, нужно было, как сказать, пиариться. Сейчас, в общем-то, нет такой необходимости, потому что ты занят работой. Вот, так что, Аида, я тебя прекрасно понимаю, поэтому мы чаще 10 лет назад с тобой там встречались, а теперь мы встречаемся только за работой. Причем мы как встречаемся? Аидочка, мне нужно... У меня есть всего 2 часа. Она говорит, когда? Я говорю, завтра. Она говорит, я завтра не могу. И вот так мы с ней, чтобы 2-3 часа поработать, для того, чтобы создать какой-то новый шедевр, вот, допустим, касательно Жанар Дугаловой, пока мы нашли время, чтобы придумать это платье, это было за 5 дней до моего отлета. Потому что до этого времени ни у нее, ни у меня не было времени. Но самое главное, у вас была идея. Да. Самое главное, это идея. Эта идея родилась за эти 2 часа, и сказала, Аидочка, нам срочно нужно упасть. Она говорит, куда? Я говорю, ну, лишь дурный конкурс. Да ладно! Аида, кстати, делает знаковые вещи для многих таких конкурсов, когда наши люди представляют нашу страну за рубежом. Аида, на сегодняшний день ты один из самых продаваемых дизайнеров. И я это знаю, как никто другой, потому что я являюсь байером. Скажи мне, у тебя большой цех. Ты не только вот такой творческий, может быть, для кого-то гламурный, глянцевый образ. Ты на самом деле трудяга, который приходит на работу с утра и до вечера. Клиенты, новые коллекции, несколько магазинов нужно заполнить, чтобы везде были новые коллекции. Это твои одежды, это твое лицо. При этом ты всегда выглядишь хорошо. Ты успеваешь следить за своей фигурой, ты успеваешь следить за своим питанием, успеваешь покупать украшения. Это же все занимает очень много времени. Когда ты все это успеваешь? Ну вот, видимо, как-то успеваю. Но я думаю, Динаточка, потому что я научилась правильно распределять, правильно управлять. Если, в принципе, любое производство, если ты научишься, будешь относиться к этому как к определенной схеме, и будешь понимать, что это как вот такой механизм, в котором каждый винтик, каждая гайка на своем месте, и если правильно распределены обязанности, идет очень правильная выплата и вознаграждение, и мотивирующие моменты, то бизнес будет процветать. И года три назад, наверное, когда я в очередной раз посмотрела на себя в зеркало, я поняла, что так дело не пойдет, что если я вот дальше буду стараться сделать все сама, то в итоге я... В итоге появятся морщины. Да, и я вот просто для себя решила, что... Морщинам бой? Да. Я, наверное, просто последние годы научилась любить себя. А что было до? То есть ты меньше любила себя? Нет, я думаю, что я просто не знала, как это делать. А потом я научилась. А вообще мне хочется рассказать одну легенду, ну, не легенду такую историю, в Швейцарии мужчина зашел в ювелирный магазин, зашел, посмотрел украшения, ну, его очень хорошо обслужили, это был продавец, который все очень грамотно рассказал об этих бриллиантах, об этих украшениях. И вот уже буквально мужчина решил подписать чек, и в последний момент он говорит, знаете, я вот сейчас прогуляюсь, подумаю, и, возможно, вернусь. И буквально у входа его встречает такой вот пожилой мужчина, и что-то вот как-то они так раз заговорили. Поговорив с этим мужчиной минут 10, мужчина твердым шагом подходит к кассе и оплачивает это украшение. И он потом поворачивается к этому мужчине и говорит, я, честно говоря, я вот не понял, почему вот продавец столько времени мне объяснял и много рассказывал об этих бриллиантах, но почему-то я не решался его взять, не решался взять это украшение, а поговорив с вами, мне очень захотелось иметь это украшение. У тебя есть этот дар? Подарить его своей супруге. На что этот мужчина, это был мужчина, это был хозяин этого магазина, он взял это украшение и сказал, вы знаете, наверное, потому что я очень люблю их. И мне тоже кажется, что я просто очень люблю каждое свое платье. У меня вот просто роман с моими платьями. И я столько, мне кажется, вкладываю какого-то своего внутреннего. Я знаю, что мое внутреннее состояние, оно играет роль в конечном итоге, какое будет платье. Потому что я же являюсь все-таки основным инициатором всего этого. Но у тебя же не может всегда быть такого хорошего настроения? Конечно, не тоже человек. Ты человеку, ты можешь расстраиваться. У тебя могут быть конфликты, какие-то неприятности. Вот что тогда? Ты же продолжаешь творить, что-то придумывать. А вы знаете, ты знаешь, Динара, вот бизнес и настоящее творчество, оно вот такое и есть. Это труд. Это труд и это дисциплинированность. Потому что это не так, что ты захотела пойти на работу, пошла, не захотела, не пошла. Это же бизнес. Хотя можешь себе позволить. Нет, я думаю, что я еще не настолько выстроила свой бизнес, чтобы я вообще не ходила на работу, например. А хотелось бы настроить так? Да, мне бы хотелось, чтобы я, например, могла уехать на два месяца куда-нибудь, путешествовать или изучать язык, или получить вдохновение тоже. Просто не быть, например, на работе месяца два хотя бы, и мой бизнес также бы продолжал успешно двигаться. Все-таки сейчас мне все равно приходится держать руку на пульсе. Айда, а как ты относишься к своим ученикам, которых ты выучиваешь, как, собственно, я? Ставишь их, так сказать, на праведный путь. Ты делаешь из них профессионалов, я делаю из них звезд. А потом какое-то время они поворачиваются к себе спиной и говорят, никакого спасибо, все, я наелся, я насытилась. Дайте мне свободно дышать. Я так знаю, что у тебя бывают такие моменты, вот как ты с этим борешься? Вот ты научила ее, ты вложила в нее душу, сердце, деньги. Я не знаю, возишь их по Парижам, для того, чтобы они посмотрели этот мир, да, и так далее. И вот наступает такой момент, когда ты говоришь, а теперь я сама звезда, теперь я как-нибудь без вас буду это делать. Как ты борешься вот с этой сердечной болью? Ты уши, ты болит дочек. Я научилась относиться к этому без боли. Знаете, когда тебя первый раз покидает твой ученик, второй раз, третий, да? Ну, на четвертый раз ты уже относишься к этому как к статистике. И я думаю, что с меня-то не убудет. Ну, вырос человек, да? Ну, почувствовал, что вот, может, сам, да? Сам звезда. Ну, хорошо. Я всегда говорю, вы знаете, у меня, ну, вы об этом знаете, мне кажется, девочки, я иногда так об этом говорю, что у меня дома, вот я там переезжаю, например, с квартиры на квартиру, да, там или еще что-то, но со мной всегда переезжают мои две машинки, оверлок и джаноми. Две швейные машинки? Да, две швейные машинки всегда со мной. Я первый раз слышу об этом. Да? А, ну, я сейчас расскажу. Я была у тебя в гостях, но почему-то машинок не видела. Потому что эти две швейные машинки у меня стоят как неприкосновенный запас в такой коробке, да? Просто стоят. То есть для тебя это что? Это что? Талисман? Да, хороший вопрос. Это не талисман. Это то, о чем, наверное, мы с Баян часто говорим. Я говорю, что что бы ни случилось, у меня должны, у меня, то, что у меня не отнять, это мои мозги, мои знания и мои две машинки. То есть в любой момент ты можешь сесть и... Конечно. Сама лично сшить платье. Конечно, конечно. То есть в любой ситуации. Да, иногда бывают такие ситуации, когда вот что-то как-то вот, ну, страхи, да, какие-то одолевают или еще что-то. И в этот момент я думаю, ну, чего ты боишься, да? У тебя же есть две машинки. Ну, пусть хоть что будет, да? Ты всегда можешь взять. И я, ну, как бы продумываешь всегда о самом-то худшем, да? О том, чтобы прокормить, например, своего ребенка, да? Или там помочь своим родителям. То есть я всегда думаю о том, что, ну, не переживай, у тебя же есть эти две машинки, да? У тебя есть руки, у тебя есть зрение. Самое главное, чтобы ты была здорова. И были здоровы твои близкие. И самое главное, это вот, наверное, все остальное, оно такое, знаете, вот я смотрю и наблюдаю за тем, как очень можно быстро прославиться, можно быстро разбогатеть. Ну, даже если не быстро разбогатеть. Это же все такие ценности, ну, такие проходимые, да? И бывает так, что человек во многом себе отказывает и становится богатым человеком. И в какой-то момент он теряет это все, да? И это так ужасно. И ты боишься этого? Я... Потерять вот ту славу, которую ты сегодня имеешь, потерять ту моду на Аиду Калменову сегодня, да? Тебе не страшно, что через какое-то время, через лет 5-10, может быть, быть другой дизайнер? Желательно лет через так 60. Да. Не страшно, что когда-то станет неактуально покупать Аиду Калменову? Ты знаешь, я больше всего боюсь потерять любовь своих клиентов и какую-то признательность, потому что... А кто твои клиенты? Скажи мне, вот нарисуй его портрет. Да. Я сейчас открою тебе большой секрет. Первым моим вообще клиентом моего бренда Аиды Калменова является моя любимая Баяна Синтаева. Это не секрет для меня? Да? Да. Это же большой секрет. Да, это... Она моя муза. И она человек очень мне близкий по духу. Я не знаю, оказывается, мы уже 8 лет вместе. Баян, а когда ты встретила Аиду, где вы познакомились и когда ты поняла, что именно Аида Калменова может тебе помочь выглядеть так, как ты выглядишь? У меня профессиональный нюх хороший. Дело даже не в этом. Просто когда я увидела одно платье, сшитое Аидой Калменовой, я до сих пор его прошу, потому что я его не купила. Я очень жалею, что я его не купила. Ну, зато ты купила кучу других платьев. Это была просто единственная, которую она не купила. И все 10 лет я прошу ее сшить мне это платье. И она до сих пор мне его не сшила. И оно бы сейчас было настолько актуальным. Поэтому я отвечаю на вопрос о том, что не боишься ли ты, Аида, быть неактуальным. 10 лет назад то платье, если бы я его сегодня одела, вот сейчас... Сегодня оно было бы уже винтаж. Оно было бы абсолютно актуально. Да, Идочка, как ты относишься вообще к фейкам Калменовой, которых сейчас очень много? Мне кажется, это такое признание. Это же здорово. Подражание – это лучшее признание, говорят. Конечно, конечно. То есть сейчас в интернете есть все, да? И почему бы не подражать Бурчу Габана? Почему бы не зайти на мой сайт и не скопировать одежду? А знаете, мы же открыли в Астане модный дом, и получается, ко мне приходит девочка на декоратора, да? И мы проводим собеседование, я смотрю ее работы, и она мне дает свой телефон и говорит, вы знаете, вот это моя работа, вот это. И я так нечаянно раз, и еще дальше продвинулась, а там прям наши фотографии наших украшений. Я говорю, а это что? А это что? Она говорит, я так люблю ваши украшения, конечно же, я их находила и пыталась делать так же, да? Эдочка, и тем не менее вопрос неприятный. Такой же принт использует Ая Бапани. Наш известный казахстанский дизайнер. И там же Ая Бапани отвечает на этот вопрос и говорит, да, я использовала именно этот принт. У нас даже есть пола фотографии. Да, именно этот принт два года назад. И, в общем, вот такой вот вопрос. Спорный, да? Да, спорный. Почему ты использовала принт, который использовала Ая Бапани три года назад? Ну, потому что... Ну, на самом деле я с иронией отношусь к этому, потому что я объясню. На самом деле этот вопрос всплывал как-то на одном из пресс-конференций, где мне очень понравилось, как другой дизайнер Сергей Шабунин, которого я, кстати, так же, как Айгуль Касыма, очень уважаю. Он сказал о том, что если вы считаете, что я украл эти принты у Ая Бапани, тогда я смело могу сказать, что Ая Бапани украла эти принты у казахского народа. То есть мы не можем присвоить воздух, мы не можем присвоить наши традиции, наши культурные ценности. Это же наше, это же наше общее, это то, что нам дано Богом, дано нашей землёй. И если это вдохновляет и впечатляет нас, да, почему мы не можем это использовать? С абсолютной уверенностью я могу вам сказать, что я беру эти принты, в смысле этот узор, а как правило этот узор, вы знаете, он вышивается крючком и, в общем-то, представляет из себя такую картину, да. Вот другие дизайнеры, возможно, применяют их, например, как аппликацию, да, а я, как дизайнер, максимально адаптирую этот принт под современные условия. То есть мы все, я, ну, ни для кого не секрет, я делаю одежду для, в основном, для бизнес-вумен, да, для шоу-индустрии, и одежда прежде всего должна нести свою основную свою функцию, она должна быть удобной, эргономичной, и она, естественно, должна быть модной и современной, да. Если Айба по ней делает одежду из войлока, то ты делаешь этот тот же самый принт, только ты делаешь его в такой форме, когда можно носить это в форме платья, да, в форме юбочки. Ну, то есть мы, наш модный дом, принты максимально, мы создаем принты на современных тканях, которые обладают всеми современными качествами, но я нисколько не говорю о том, что если кто-то будет делать это как-то по-другому, что это будет хуже, нет, ни в коем случае. Просто я говорю о себе, я говорю о том, как мы это делаем. Мы создаем, применяем этот принт и изготавливаем его на уже проверенных тканях, которые обладают всеми современными свойствами для того, чтобы это платье можно спокойно было постирать, чтобы оно не сильно мяло, чтобы оно было достаточно износостойким, чтобы женщина, которая ведет активный образ жизни и много путешествий, чтобы она могла достать его из чемодана, и оно нисколько не выглядело, допустим, каким-то, ну, помятым, да, то есть приложить минимум усилий для того, чтобы выглядеть хорошо, одев это платье. Потому что сейчас самое, наверное, драгоценное в этом мире, самое дорогостоящее – это время. Поэтому мы, как дизайнеры, должны делать все для того, чтобы одежда тоже, ну, как бы подстраивалась под этот ритм. Айдочка, а я знаю, что ты хочешь выйти замуж. Ну, конечно, хочу, я же, ага, любая девушка, как это, знаете, любая девочка мечтает стать принцессой и выйти замуж за принца. Как-то Аида сказала, когда я буду выходить замуж, платье для меня придумаешь ты. Да, так сильно. А я думаю, как я буду для тебя платье придумывать? Придумаешь, так, когда не длинишься, будешь придумывать. Вот, если вообще там… Я поняла, почему Айдочка до сих пор не замужем, потому что ты до сих пор не придумала ей платье. Да, да, да. Нет, мы же идем от обратного, как только… У Баян возникнет идея. Нет, 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 на самом деле не так. Как только мы назначим день свадьбы, я просто позвоню Бэне и скажу, Бэн, ничего не знаю, находи, время сяди, будем придумывать мне платье. Ну вот, хочется все-таки узнать о твоей личной жизни. Ты уже сказала о том, что у тебя есть дочь, что она уже в подростковом возрасте, что ты отличная мама. Но все-таки хочется узнать, какая же ты женщина. Есть ли у тебя мужчина, есть ли нет, то какого мужчину ты хотела бы… с каким мужчиной ты хотела бы быть рядом, какой ты представляешь себя в замужестве. Ну, еще немножко, ты была уже замужем, ты в разводе, но это тоже очень важно, потому что, как бы, тоже интересно же, да, ты великолепный… Ну, это часть моей жизни, конечно. Да, великолепный дизайнер, это тоже история. Конечно. Вот, и сейчас ты в поисках будущего супруга. Нет, я не в поисках. Он уже нашелся? Нет, я просто решила для себя, что женщина, ну, не только я так решила, на самом деле природа давно так решила, что женщине не надо искать. Женщине очень важно не искать, потому что искать и функцию охотника должен выполнять мужчина. А женщине не надо вот это со стрелами бегать, знаете, у меня столько дел всяких, что мне некогда его ходить и искать. Но, тем не менее, ты очень кокетлива. Да? Да. Я просто чертовски привлекательна. Да, чертовски привлекательна и очень кокетлива. Кстати, у тебя можно брать мастер-классы, как привлечь внимание, при этом в очень интеллигентной форме, скажем так. Да. Вроде такая, ах, но, так сказать, на грани, на грани всего, как сказать, прилично интеллигентного. Вот, ты такая у нас, такая женщина с таким вот такой перчинкой. Ох, как. Нет, потому что Аида женщина-женщина. Спасибо. Да? Да. У Аиды это не потому, что она ходит на различные тренинги, это вот просто Аиде сама. Она ходит на различные тренинги. Она ходит, да, она просто совершенствует. Аидочка, ты ходишь на различные тренинги, как быть успешной, как быть красивой, как быть сексуальной. Ах, а делали ты когда-нибудь на тренинг, как выйти замуж? Нет, потому что я не видела такого тренинга. Такого тренинга после еще нет. Очень жаль. А знаете, в последнее время я прочитала в Фейсбуке, мне очень понравилось, на самом деле я умная, но живу как дура. И мне очень нравится учиться, я обожаю. Скажи, идеальный мужчина существует? Вы знаете, мне кажется, Динара, ну зачем он идеальный мужчина? С ним же будет скучно. А какие мужчины рядом с тобой обычно? Ну вот в последнее время прям вот в основном успешные, молодые, успешные. Сейчас тенденция, кстати, на молодых мужчин. Да, такие очень... Молодые это сколько? Ну вот я сейчас, например, заметила, что ты можешь так вот разговаривать вполне с таким сформировавшимся мужчиной, да? Ну то есть ты, ну как бы вот так вот разговариваешь и видишь, что перед тобой сидит мужчина. А ему на данный момент оказывается всего там 32 года, например, да? И он достаточно успешный бизнесмен, это человек, который, то есть такой, который создает впечатление такого мужчины. А ты можешь говорить о своем возрасте? Конечно, мне 38 лет. Такая, конечно, я могу говорить, мне 27. Тебе 38 лет, да? Да. Мне вот всегда интересно, наша общая подруга Сауле сказала, что после 40, вообще, что в 40 наступает какой-то кризис. Да? Что после 40? Не знаю, не была. Вот ты не боишься этого кризиса? Честно. Нет, я не боюсь. Мало того, если бы мне сейчас сказали, например, ну хочешь, чтобы тебе было снова 25, ну вот не хочу, не хочу. Мне сейчас так кайфово. Просто вот, ну реально классно. А сколько должно быть лет твоему будущему супругу? Нет, кстати, я бы еще хотела сказать, что я, наверное, бы хотела, чтобы мне все время было 38. 100 лет, 38 лет. Сколько лет должно быть твоему будущему супругу? То есть он должен быть старше тебя или младше? Я считаю, да хоть сколько. Лишь бы уже было. Нет, на самом деле, наверное, с годами появляется такая хорошая вещь, как самоодобрение, да, и какая-то ценность самой себя. И, наверное, для меня, я, знаете, иногда так смеюсь и говорю, но если ваша крутость не имеет ко мне никакого отношения, то мне абсолютно все равно до этого. И я считаю, что если мужчина, для меня, например, очень важно, чтобы мужчина бы мне заботился, потому что, конечно, я выгляжу всегда очень сильной, красивой, успешной, да, но я же человек, и у меня бывают такие моменты, когда я просто хочу, чтобы обо мне позаботились. И я очень многое могу себе позволить, да, но так важно, чтобы мужчина в какой-то момент мог прочувствовать и понять, что тебе сейчас нужно, необходимо, именно сейчас. Может быть, тебе нужна чашка кофе, а может быть, просто пойти вместе прогуляться на воздухе. А может быть, просто подарить коробочку с бриллиантовым кольцом. Пять корот. Пять корот. Ариночка, вот в преддверии Нового года, что ты ждешь от Нового года? Не буду говорить какие-то творческие планы, но все-таки каждый человек, каждая женщина, она как-то вот загадывает. Хочу вот, чтобы в этом году было вот так, вот так, вот так и вот так. Чего бы ты сама себе пожелала в будущем году? Я бы пожелала себе прежде всего здоровья, чтобы я была здоровая как женщина, здоровая как человек, чтобы я была здоровая личность. И я желаю себе быть еще более богатой, еще более успешной. Я желаю себе, чтобы Бог мне дал еще одного ребенка. Я желаю себе, чтобы я была любима, чтобы я была востребована. И я желаю себе, чтобы еще себе пожелать, я желаю себе счастья. И скромные, и не скромные ты пожелала себе подарки, но я думаю, что каждый-каждый человек пожелал бы себе то же самое. Я хотела бы, чтобы твои лучи, твоего солнца, которые всегда в тебе присутствуют, потому что ты для меня как солнце. Спасибо. Да, чтобы вот все твои лучи, они дошли до наших зрителей, потому что я бы хотела сказать от себя лично, что я очень-очень люблю и уважаю Аиду, что очень-очень давно с ней дружу. И Аида, ты действительно очень светлый человек, очень талантливый человек, очень умный человек и очень позитивный человек. И когда мне очень плохо, первым делом я звоню Аиде и говорю, Аидочка, мне нужно с тобой выпить кофе. Ты же моя сладкая. Как я хочешь сказать, ты моя сладкая. Девочки, а я не хочу прощаться, потому что у нас есть Блиц-опрос, есть вопросы, ответы на которые очень могут многое тоже рассказать, да? Блиц-опрос, короткие вопросы, короткие ответы. Аида, ты часто опаздываешь? Да. Сказала бы я на зентаева. Не часто. Вот сегодня опоздала. Твой любимый цвет. Ну, на самом деле я не опоздала. Я пришла, как, вообще, вот насколько это можно было вовремя, учитывая, что меня сегодня об этом только предупредили, это вообще просто... Часто опаздываешь? Нет. Нет. Твой любимый цвет? Красный. Франция или Англия? Франция. Белый или чёрный? Белый с чёрным. Любимый автомобиль? Ауди, на который я езжу. Вечернее платье или домашняя одежда? И то, и другое. И побольше. Блондинка или брюнетка? Шатенка. Какой подарок ты получила последний раз? Так. Последний раз. Вот же только недавно. Что, помнишь, я тебе подарила? В очередной раз. Я получила вот недавно. Буквально что-то я такое классное получила. Машину, квартиру, остров. Это всё я. Это все приобретаю себе сама. Что тебе подарили? Мне? Мне подарили натуральный шоколад сегодня, я вспомнила. Да. Сегодня? Хендмейт, да. Правда, что любовь длится два года? Это неправда. Шампанское или чай? Мартини. Утро или ночь? Сутки. Массаж или спорт? Массаж. Джинсы или брюки? Ни то, ни другое. Степь или горы? За степью горы. Что всегда в твоей сумке? Сотовый телефон, кошелёк, косметичка и ещё масса всего. Спасибо. Что в моей сумке? Беспорядок. Беспорядок. Ну, я со своей стороны хотела бы сказать, что Аида на самом деле, несмотря на то, что очень много делает, да, бизнес-леди, и причём, я бы сказала, даже железная бизнес-леди, выстроившая систему, создавшая, может быть, модель, которую завтра будут изучать ученики вузов, да, там, алматинского технологического даже вуза, да, модель бизнеса, по которому можно учиться и завтра создавать свой бизнес. И при всём при этом Аида женщина-женщина, потому что умудряется поехать в аэропорт, посмотрев на билет и увидев arrival time, то есть посмотрев на билет и посмотрев на время прибытия в Алматы, подумав, что это время вылетало, и вернуться снова и сказать, что, причём не расстроиться, не расстроиться, а сказать, что я перепутала время, оказывается, это время прилёта. Это на самом деле очень такая женская черта, которая о многом говорит, говорит о том, что, несмотря на то, что у тебя столько, что у тебя такой серьёзный бизнес, и ты серьёзная бизнес-леди, ты остаёшься немного ребёнком и в большей степени женщиной. Спасибо тебе. Спасибо большое, Аида. Спасибо тебе, моя звезда, спасибо. Я тебя очень тоже люблю. Я думаю, что сегодняшнее интервью в Sky Studio, в этой прекрасной нашей Sky Studio, больше не интервью, а встреча, беседа трёх подруг. Поэтому спасибо тебе большое. Дорогие телезрители, вы смотрели Sky Studio, с вами были Баян Сентаева, наша гостья Аида Кауменова и я, Динара Саджан. Мы благодарим салон мебели «Люсо» и строительную компанию «Доступные квадраты». Встретимся ровно через неделю. Всего доброго. Спонсор программы «Строительная компания «Доступные квадраты» с жилым комплексом «Пана». Расположенный в тихом и уютном районе столицы, жилой комплекс «Пана» – это первое в своём классе жильё, в стоимость которого входит мебель и бытовая техника. Подробности на сайте pana-home.kz. Компания «Люсо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сичис, Капеллини, Тосканова, сделанные вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люсо» – это роскошь, достойная вас. Продолжение следует...